Привет, друзья! Вы смотрите Банальное ТВ, с вами Турбос. Мы с вами продолжаем играть в замечательную игру под названием Simple Sandbox 2. Друзья, вышло новое обновление под названием 1.7.50. Да, уже вот такая вот цифра огромная в обновлениях. Добавили, давайте сразу считаю, что добавили. Добавили новые питомцы, исправлены некоторые баги, добавлены новые машины, добавлены новые механики строительства, свободное строительство и проверка плоскости. Добавлены под категории машины для удобства поиска и добавлен пак предметов. В общем, сейчас мы на это все с вами, естественно, посмотрим. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и давайте реально сейчас на все это дело посмотрим. В общем, друзья, смотрите, заходим в магазин. Друзья, если вы не знаете, как быстро и безопасно купить игру в Стиме, на помощь приходит сервис КупиКод. Пополнение происходит буквально в пару кликов. Вписываете свой логин Стима, указываете сумму пополнения и нажимаете пополнить. Если вдруг возникнут вопросы, то рядом есть вкладка с инструкцией и ответами на частые вопросы. Комиссия, которую берет сайт, самая низкая на рынке. Она зависит от суммы пополнения. Ну а если вы введете промокод ТУРБО, то комиссия снизится еще на 2%. Также на сайте можно авторизоваться с помощью ВК и Телеграма и получить 50 бонусных рублей. А для зарегистрированных пользователей действует постоянный кэшбэк на каждое пополнение. К тому же имеется возможность пополнения казахстанского аккаунта. А еще на КупиКод можно купить карточки пополнения других регионов. Ну и конечно же можно приобрести недоступные в РФ игры. И на них будет действовать по моему промокоду скидка в 10%. Теперь вы знаете, как легко и безопасно пополнить свой стим. Ссылка на КупиКод будет в описании. И не забывайте про мой промокод. Питомцы. Ребят, честно говоря, я не знаю, какие были старые питомцы, но питомцев достаточно много. Смотрите, куча песиков разных, куча песиков, куча котиков. Я парочку себе уже купил питомцев. И это, в общем, прикольно. Даже если какой-то такой пес из какого-то, не знаю, патруля там этого шершавого. Какого-то там патруля, короче. Дальше. Здесь у нас получается пак предметов. Вот такой вот Pet Store. То есть это магазин животных. Давайте купим его. Чтобы тоже его показать, посмотреть. Мне кажется, должно быть интересно. Дальше. Автомобили, друзья. Вот такой новый пак автомобилей. Я тоже его уже купил. Тут, короче, BMW-шечки. Две BMW-шечки. Мерседесик. Причем, Мерседес как будто, да, немножко маленьковат. Вот этот вот. Не знаю, мне может кажется. И вот это вот. Блин, какая-то. То ли Deo Nexia, то ли что-то типа того. Напишите тоже в комментариях. Не сильно шарю. Но как будто бы вот что-то такое вот. Что-то такое. Может быть я перепутал. Так, ну здесь вроде бы все. Я думаю, что можно зайти на какую-нибудь карту. Да, одиночную. Например, ну на вот эту. Давайте зайдем без разницы. Вот. На дизлайки уже поставили и так далее. Ладно, давайте посмотрим теперь более детали на все это дело. Здесь где-то у нас, кстати, others. Вот pets, да, допустим. А вот, кстати, пес вот такой вот. Смотрите, доберман. А я что-то там гуляю с доберманом. Вот это вот, помните? О, блин, ну песик, блин, солидный, солидный. Прям страшно, страшно даже на него смотреть. Он очень жесткий, жестокий, скорее всего. Дальше. Посмотрим на автомобили. Видите, сделали вот такие вот подкатегории. Такие подкатегории. А вот здесь, я так понимаю, видите, вот мои новые тачки, они здесь находятся. Я вот не знаю, все тачки, которые покупаешь, тут находятся? Или они все равно куда-то раз это самываются? Ладно, давайте посмотрим на эти машины. Так, мужик, отойди. Забыл уже, как здесь что ставить. Ага, вот так вот. Ага, вот так вот. Так, вот такой вот Мерседес. Прикольный, прикольный выглядит. 6358 номер, можно сесть в него, да, правильно? Вот так. Да, ой, блин. Так, садимся. Ну-ка. Балдеж продакшн. Так, руль крутится, все работает. Это хорошо. Так, от третьего лица поехали. Пес просто за мной бегает, потому что может. Потому что может. Ну, Мерседес прикольный. Напишите в комментариях, какой-то Мерседес. Я просто, как бы, ребят, не сильно шарю. Но какой-то старенький Мерседес прикольного калибра. Покрасить его в другой цвет. Будет прям бандитский. Дальше у нас. BMW X, по-моему, это X5, да? BMW X5. Вот такая вот. Так, Benz, Benz. Тоже прикольно выглядит. Солидно. Но вот этот вот Мерседес, как будто... Ну, это либо он маленький, хотя вроде нормальный. Либо BMW X5 большая. Кстати, он как будто бы, смотрите, на воздухе висит. Есть такое? Есть, да, такое? Как будто бы он на воздухе. Может быть, если мы сейчас на него сядем, будет лучше? Так. Секунду. Ну да, вроде нормально. Вроде теперь... Теперь вроде бы не на воздухе. Так. Дальше у нас еще такая вот BMW-шечка. Так. Подождите, Benz. Я не знаю, это BMW M5, наверное. Хрен его знает. Тоже напишите в комментариях, не шарю. Но выглядит солидно, выглядит классно, выглядит прикольно. Да, выглядит балдежно. И что... И вот тут еще затесался вот такой вот автомобиль. Реально похож на какой-то Deo Matisse. Не Matisse, Deo Nexia, либо что-то такое. Либо... Ну, напишите, конечно, в комментариях. Хотя, блин, может... Ну, как-то... Ну, вот что-то из этого тоже вот очень похоже. Очень похоже. Возможно, это вообще Ланос какой-нибудь. Хрен его знает. Так. Смотрим дальше. У нас еще вот этот вот Pet Shop. Вот только я, блин, друзья, вот честно вам скажу. А во. А, вот здесь отдельно прям. Вот это удобно. Так, ну-ка. Сам, я так понимаю, магазин. Pet Pet магазин, нахрен. Сам Pet Shop. Так, поднимем его сейчас. Как-то новогодняя музыка играет. Так, как я не знаю. Как вот так? Бенц. Так. Магазин живности, друзья. Вот так вот он выглядит. Так, можем зайти, да? Так, а куда нажать? Бенц. Ух ты, дверь открылась. Дверь открылась. Зашли. Продаем песиков. Ну нет, здесь, наверное, продают все-таки для животных что-нибудь, знаете, там, типа, корм и так далее. Смотрите, да, вот здесь можно, короче, всякие штуки понаспавнить. Всякие там для котиков. Смотрите, какая-то домик такой для котиков, на который можно повафлить. Да, прикольно, прикольно сделано. Сделано балдежно. Дальше, друзья. Новая система строительства. Новая система строительства. Честно говоря, я даже не знаю, какая была старая система строительства. Как это работает вообще. Это что? Это вообще что надо делать? Free build, да, наверное? Free ground free build. Это новое, по-моему, снизу такого не было. Попробуем. Это просто знак. Ну, типа, вот. А, ну, наверное, вот. Подожди, вот тут, смотрите, есть такое, такое, такое. D. D. А, D это, наверное, то, что можно открывать и закрывать. Допустим, возьмем стену. Возьмем стену. Так. О. Увидели? Я могу вот так вот взять. Нет, подожди. Вы видели, что это было сейчас? Я как-то потянул за что-то. Так, ну, ладно. Окей. Так, ставим. Вообще удобно. Вообще удобно. Но я не знаю, какая была старая система строительства, поэтому, как бы, ко мне вопросов немного должно быть. Так, а как вот... А, вот он сам автоматически поварил. Допустим, да? Хочу сделать... Хочу сделать здесь дверь. Вот такую вот, да? Чтобы здесь была дверка. А вот есть какой-то вот присасывание. Присасывание какое-то? Нету? Чтобы вот оно присасывалось к той штуке, было бы очень удобно. То видите, да я даже по высоте не могу отрегулировать, честно говоря. Так. Сейчас немножко как-нибудь... Как-нибудь вот так вот. Бенц? Вот так вот. Вот так вот. Ой. Подходим, открываем дверь. Выходим. Пёсик молодец, закрываем дверь. Ребят, честно говоря, не знаком со старой системой строительства, но это в целом выглядит удобно, выглядит прикольно. Дальше, что я вам ещё, наверное, не показал. Так, некоторые баги исправлены, но это я показать не могу. Так, PetStore на новые механики строительства, новые питомцы. Вроде бы, кстати, банально это вам всё показал. Да, давайте я вам покажу ещё парочку питомцев. Ну, я двух купил. Вот есть такой котик, рыженький. Да, рыженький. Мяу. Ой, какой. Я не знаю, что можно с ним делать. Как будто ничего. Он просто за тобой бегает, да, я так понимаю? Мяу, мяу, мяу. Смотрите, побежал, побежал, побежал. Какой, смотрите, мужчина, мужчина. Так, ну и есть ещё, ну, серый котик. Конечно же, рыжий и серый котик. А как иначе? Мяу. Иди сюда. Иди сюда, собака. Блин, жалко... Ой, котик в смысле. Жалко, что его нельзя посадить в машину. Было бы прикольно, если бы он тоже садился в машину. Смотрите, бегит, бегит, бегит. Пойдём, пойдём за мной, пойдём за мной. И можно, я так понимаю, кстати, вообще сделать какую-нибудь полосу препятствий, да, типа для животного. Но вряд ли он будет... Кстати, есть анимал NPC-шники. Но вряд ли он, ну, он, это в смысле животный, будет как-то что-то делать, да? То есть можно вот такую поставить. Блин, да? Какую-то можно вот там вот такую поставить штуку, типа для препятствий, да, Блин? Ну-ка, дядя. Так, дядя, иди сюда. Кс-кс-кс. Иди сюда. Ну-ка, ну-ка. Давай-давай, покажи, что ты умеешь. Давай. Не, ему вообще всё равно. Ему ещё пофиг. Если сюда. Он бежит за мной, он бежит за мной. И побежали, побежали. Ну, в общем, вот так вот, друзья. На этом будем заканчивать. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы ещё не подписаны. Ставьте свои большие пальцы вверх. Пишите свои комментарии. Тогда новая серия по замечательной игре под названием Simple Sandbox 2. Не заставит себя долго ждать. Ну, и не забывайте, конечно же, про мой телеграм-канал и про мой бустер, если вы хотите меня поддержать и хотите попасть в секретный чат. Да, ссылка тоже есть в описании. Вот. Спасибо большое моим бустерам, кто меня уже поддерживает. Это Филипп, это Лорд Алекс, это Львумбыч, это Чебуратор 3000, это Человек. Всем удачи и всем пока-пока.